Друзья мои, всем здравствуйте! Всех приветствую на проекте «Эрнст разоблачает». Я напомню, это проект, о котором мой друг, коллега и товарищ Эрнст Ветер, специалист в области экстрасенсорики, области паранормального, рассказывает нам, что же мы видим на фотографиях, на видео, мы видим фейк или не фейк, мы видим какую-то реальность или же это что-то не соответствующее истинному положению дел. Эрнст, здравствуйте! Здравствуйте, друзья! И сегодня я бы хотел поговорить об одном очень интересном видео. Его нам прислали подписчики. Я благодарю вас, что вы отправляете видео, что вам интересно. У меня все личные письма просто завалены фотографиями, завалены видео, на самом деле, уже, не знаю, на 100 выпусков вперед, наверное. И сегодняшнее видео – это одно из серий нескольких видео, их больше, но мы сегодня рассмотрим его вот только одно. То есть, да, одно видео на один выпуск. На так любимую многим тему инопланетян. На канале тема инопланетян, тема всего связанного с НЛО, стабильно набирает самое большее количество просмотров, поэтому вот мы сегодня хотели бы еще немножко коснуться этой темы. Эрнст, смотрите, вам нужно открыть. Опять же, да, как всегда, Эрнст не видел видео, не видел видео, не видел фотографии, видео. Эрнст, вам нужна папка под номером 1. Откройте ее, и там видео. Но, но, я хочу сразу прокомментировать его, чтобы все поняли. Это видео нам нужно будет сегодня проанализировать на три параметра. На видео изображен некий допрос инопланетянина. Считается, что это именно вот он. Нам нужно проанализировать три параметра сегодня. Параметр первый – это действительно ли это инопланетянин, то есть в целом это фейк или не фейк. Это первое. Второе – то, что говорит инопланетянин и то, что говорит человек. Возможно, это фейк. То есть, да, возможно, если это, к примеру, реально живой инопланетянин, возможно, он говорил что-то другое. И тогда просто сверху наложили, как бы, да, фотошопом, каким-то обработкой, наложили просто что-то иное, да, не то, что он изначально говорил. И третье – это сама информация, которую он говорит. Это фейк или не фейк. Возможно, он врет. Да, возможно, он нас обманывает. Вот три параметра нам нужно проанализировать сразу – это действительно ли, да, как бы реальный инопланетянин. Раз. Два. То, что он говорит – это вообще, это он говорит, да, или это уже компьютерная какая-то обработка. И три – если все первые два пункта правдивые, то пункт третий – то, что он говорит – это в целом правда, или же он врет, или же он обманывает. Вот. Сегодня очень интересный будет выпуск. Очень многие его ждали, поэтому, я думаю, что давайте приступать. Ну что ж, давайте приступать. И опять-таки я всегда скажу, что я действительно не видел эти видео. У нас с Данилой такая договоренность, что он мне присылает видео. И для того, чтобы я действительно ощутил первый раз энергию, я не должен меня смотреть. Потому что, дело в том, что, когда вы начинаете что-то смотреть, у вас первое ощущение, оно всегда самое истинное. Далее вы начинаете уже включать логику, включая какие-то свои домыслы, соображения. И вот тем самым вы затираете первый образ, первое ощущение. Поэтому всегда советую вам, если вы что-то хотите испытать действительно по-настоящему, прочувствовать что-то, всегда основывайтесь именно на первом ощущении. Оно самое правдивое. Ну что ж, я вижу в папке один у нас единственное видео пришелец, поэтому не буду спрашивать, оно ли это, и я его запускаю. А вы сейчас-то все увидите у себя на экране. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok 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 он утверждает, что именно из будущего пришел. То есть вот именно в эту теорию ведем. В свою очередь скажу, что инопланетяне общаются не так. Во-первых, английский у них не настолько развит. Во-вторых, они общаются именно телепатией. То есть его записать на видео, его разговоры, его обращения практически невозможно. Но люди его понимают. И плюс третье, у пришельцев очень сильно развито именно такое, знаете, средство самозащиты, психотронное оружие, которое... То есть его живым взять практически невозможно. И вот находясь в допросной, по своей воле он бы там не находился, то есть он бы находился против своей воли. А находясь против своей воли, у всех людей, которые были бы там, начались бы панические атаки. И вот такого простого, непринужденного разговора не состоялось бы вообще. Это говорю как человек, который знает, о чем говорит. То есть они обладают гипнозом вот примерно на уровне нашего обыкновенного общения. То есть вам подойти и сказать «Здравствуй, как дела?», а для него повлиять на ваше состояние, на ваши внутренние какие-то качества, на то, чтобы у вас, например, вдруг начался страх, чтобы вы... То есть, в принципе, вот, когда мы видим на планете, неважно, параллельно это вселенная, либо это из космоса в наше время, либо это путешествие во времени, мы всегда испытываем страх. И этот страх, это вот, знаете, как... некая оболочка для них, потому что они, прилетая на нашу планету, они тоже не всегда уверены в том, что все будет здорово. И это для них так называемая защитная оболочка. То есть, когда на улице холодно, мы одеваем одежду. А для них, когда на улице холодно, они одевают вот именно такой защитный механизм, при котором люди начинают испытывать страх. Причем это страх настолько глубины, что человек не понимает, из-за чего он возникает. и не понимает вообще причин этого страха. Поэтому, ну, хорошее видео, но, опять-таки, первое это логическое ему заключение, что он не мог бы так разговаривать, потому что, опять-таки, насколько я знаю от моего учителя, они общаются образами, и причем эти образы возникают у вас в голове, и вы, словно, видите картинки, вот, вырванные картинки. Следующее, здесь нет, простите, здесь нет никакой жизни, вот на этом видео. Это абсолютно никакой сущности, ничего. Это полностью спецэффекты. Ну и третье, то, что он говорит, ну, не знаю. Не могу уже тогда сказать, потому что это человеческий язык, это человеческая фантазия. Для чего она была создана? Ну, возможно, для того, чтобы как-то повлиять на умы людей, чтобы что-то их заставить как-то двигаться, делать эти правильные направления. Но сыграло ли это положительную роль? Не могу сейчас сказать. Я вас понял, Эрнст. Отлично. Выходит, это видео, это фейк. К сожалению, это фейк. А может идти к счастью, это фейк. Отлично. Я понял вас, Эрнст. Что ж, друзья, сегодня был не очень большой выпуск. Если вам интересна тема инопланетян, каких-то контактов с инопланетянами, которые, возможно, не будут фейками, то, пожалуйста, пишите. Пишите нам и в комментариях под этим видео, и пишите в личные письма. Будем рассматривать, будем изучать, потому что тема на самом деле очень интересная, очень объемная. Я думаю, что она интересовала всех жителей этой планеты на протяжении многих веков. Да, я думаю, что будет интересовать еще очень-очень долго. Ну что ж, друзья, я благодарю вас за внимание. Я благодарю, что вы были с нами. Надеюсь, вам было интересно. Но кого разочаровал, уж простите. Все, друзья, до новых встреч. С вами был Данила Григорьев. И Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова